Добрый вечер! Сегодня у нас 71-й урок по книге «Шмот». Находимся мы в недельном разделе Китиса. Китиса, это 30-я глава, ближе к концу, 23-й стих «А ты возьми себе лучших благовоний». Начинается здесь отрывок о том, что нужно сделать специальное масло, масло для помазания, и оно должно быть не простым маслом, а маслом ароматизированным. Так вот, какая технология? «Ты возьми себе лучших благовоний». «Чистые миры» 500, «Ароматные корицы» 2 полупорции по 250 каждая. Вообще-то проще было бы сказать 500. Если 2 полупорции, то одна порция 500. Но так уже Тора здесь говорит, что нужно брать это именно. 2 части, каждая по 250, «Ароматного тростника» 250, «Кассии» 500 по шекелю, и 1 гин – оливковое масло. Гин – это мера объема. Вот все это вместе, значит, есть оливковое масло и вот эти вот благовония, все это нужно, оливковое масло настоять на этих благовониях. Сделай из этого масла для помазания благоуханную смесь работы парфюмера, и оно должно быть маслом для святого помазания. А что мазать-то нужно? Им ты помажь шатер собрания, то есть мешкан, раз. Дальше ковчег свидетельства, то есть ковчег, в котором будут скрижали, плиты с десятью заповедями, стол и его принадлежности, вся внутренняя утварь мешкана, светильник и его принадлежности, жертвенник для воскурений, жертвенник для жертв всесожжения и всей его принадлежности, умывальник, его основания. Сными словами, всю-всю утварь храма нужно будет помазать этим маслом. Освяти их, чтобы они стали святыми, источниками святости. Что значит источник святости? Это значит, что все, что коснется их, тоже осветится. Иарона, и его сыновей помажь и освети их, чтобы они служили мне как священники, как коины. То есть, вдобавок к тому, что этим маслом нужно помазать сам мешкан, само святилище и всю его утварь, плюс к этому нужно помазать этим маслом и людей, которые должны стать священниками и служить в храме. А сыном Израиля скажи, что это должно быть масло помазания для меня на все ваши поколения. То есть, нужно знать, что вот это самое масло, оно должно быть использовано всегда для помазания и храма, и его утварей, и священников. Это означает, буквально значение этого стиха следующее, что когда придет Мошех и нужно будет восстанавливать храм и приводить коинов к работе в нем, то нужно будет использовать то же самое масло. То есть, каким-то образом вот эта вот склянка с маслом должна отыскаться и быть использована. Потому что это то же самое масло для показания на все ваши поколения. Одной склянки хватит, много не нужно. Я хотел бы здесь остановиться не столько на вопросах помазания, сколько всего лишь на одной маленькой детали. Ты возьми себе лучших благовоний. Какие это самые лучшие благовония, самые лучшие благовония в мире 500? Ну, мира – это уже перевод русский, который испытал сильное очень влияние, к сожалению, синодального перевода. А синодальный перевод здесь шел вслед за больше и латинскими значениями. Так, к чему я говорю, в оригинале написано здесь мор. Такое слово малопонятное, что это за благовоние под названием мор. И Арамбан приводит здесь, что очень многие комментаторы, в том числе и Рамба, пишет, что имеется в виду мускус, а не мира. С другой стороны, целый ряд комментаторов возражают. Арамбан приводит здесь мнение Ибнезры, не может быть это мускус, ни в коем случае. Хотя, конечно же, никто не будет отрицать, что мускус – это благовоние, и благовоние, которое очень широко использовалось и в древности, и затем в Средневековье. Но, прежде всего, Ибнезра подходит с точки зрения семантики. Не может быть никоим образом слово мор, никоим образом не имеет никакого отношения к мускусу. Это два совершенно разных слова, и никакого отношения. Кроме того, он находит еще одно доказательство, что мор, как это видно из других мест, в которых появляется это слово в Танахе, в Шираширим, то его собирают. А мускус вроде никто не собирает. Вопрос, а знает ли народ, что такое мускус и откуда он берется? Мускус – это благовоние. А происхождение его, вот самого этого сильно пахнущего вещества, его вырабатывают целый ряд животных. Правда, есть и растения. Есть и растительный мускус, но в основном, основной его источник – мускус, он животного происхождения. Есть то, что когда-то принято называть мускусная лань, но сегодня даже такого названия вряд ли кто помнит, в основном говорят про кабаргун. Это, в общем-то, лань, это относится к семейству оленей. И у этого животного есть железа, которая… Вот секрет этой самой железы – есть сильно пахучее благовоние, которое называли мускус. И есть еще одно животное, которое производит, это хорошо известный бобер, он тоже производит. Кстати, выяснилось, что возражение Бенезры о том, что вроде бы мускус собирают где-нибудь в лесу или на полях, а здесь речь идет про животное, животное происхождение. Это, да, действительно животное происхождение. Но, как выяснилось, вот эта вот самая лань кабарга, она часть своего секрета этой железы мускусной, она по ходу дела теряет. То есть, в общем-то, куски этого в тех местах, где она обитает, куски мускуса можно находить и в лесу, и на полях. Так что это возражение можно отмести. Но дело в том, что среди других возражений, то, что говорил Бенезра, и с точки зрения семантики, и то, что вроде как собирают, а здесь нет, было еще одно возражение, серьезное. А именно, в Райве в своих примечаниях к Рамбаму, там, где Рамбам пишет, Рамбам же не писал комментарий к Торе, Рамбам приводит это в законах, в законах о храмовой службе, когда нужно выяснить, какой должен быть состав вот этих самых благовоний для создания этого масла, ну, кого не так далее, Рамбам пишет там, что имеется в виду мускус. И Равад в своих примечаниях к Рамбаму, говорит, такого не может быть. Почему? Поскольку кто позволяет для использовать в храме не кошерное вещество. Ведь есть у нас правило, что все, что используется в храме, должно быть кошерное, то есть такое, которое при желании и при необходимости еврей мог бы съесть. А здесь перед нами секрет железы, который есть у животного. Правда, сама по себе эта ланя, она нельзя сказать, что она не кошерное животное, но при всем при том, то, что есть у нас правило, куляю цемина хай, куляю цемина там, то есть если есть еще неубитое животное, то секрет его желез, он тоже запрещен, а уж тем более, если речь идет не про эту ланю, а речь идет про бобра, так боберы вовсе не кошерные животные. Так как же может быть, чтобы вот это вот самое вещество, которое по сути своей не кошерно, как же можно было его использовать в создании благовония, в создании масла, самопокучего масла, хотя маслом этим никто не собирался питаться, наоборот, потому что святыня, нельзя его трогать, но снова есть правило, по которому все, что используется в храмовой службе, должно быть кошерным, то есть таким, которым при желании евреи могут воспользоваться в пищу. Это возражение Райбетта. На это возражение отвечает. На самом деле этот мускус, кто сказал, что мускус этот запрещен в пищу? Еще Рабейну Йона в XIII веке, кстати, двоюродный брат Рамбана, Рабейну Йона тоже поднимает этот самый вопрос по поводу мускуса, и пишет он там в своем комментарии к Талмуду в трактате «Мрахот» и пишет он следующую вещь, что если бы мы имели дело, как представляли себе древние, откуда в этой самой железе, у мускусной лани, откуда у нее появляется там этот самый секрет? Ну, скорее всего, это кровь, кровь этой самой лани, которая превращается там каким-то образом, нам неясным и непонятным, она превращается там вот в это самое пахучее вещество. Конечно бы, если бы кто-нибудь предложил выпить стакан крови этой лани, это, конечно, вещь запрещенная, об этом разговоре нет, но этой крови здесь больше нет, она прошла химическое преобразование, разложилась, превратилась в нечто совсем другое, это совершенно другое образование, это другое, то есть, если мы берем некошерную какую-то вещь, некошерное вещество, перерабатываем его при помощи химических процессов, или оно само превращается в нечто совершенно другое, так что можно сказать, по ним Хадашот Баулыкан, появилось здесь нечто новое, то это новое не запрещено, хотя происхождение его совсем из некошерного материала. Так получается со слов Рабельон. И это же самое положение использовал и один из крупнейших авторитетов Аллахи Средневековья, Радбаз, Давид Бензимра, когда он обсуждал использование в лекарствах, подчеркиваем, для неопасно больных людей, если лекарство для опасно больных людей, не спрашиваем, оно кошерное или некошерное, а используемое как его есть. Но если это лекарство для такого общего оздоровления, не для больных людей, то можно ли использовать в лекарстве некошерные ингредиенты? И вот там он объясняет, что конкретно то лекарство, о котором он говорит, и, кстати, он упоминает там еще и мумиё, нет сомнения, что можно их использовать. И вот почему, хотя они происходят из некошерных ингредиентов, кстати, интересно, что он считал по поводу мумиё, ему было совершенно очевидно, что, в общем-то, речь идет о материале, который когда-то был попросту трупом человека. Понятно, что человечина в пищу запрещена, но поскольку все это давным-давно перегнило, все это превратилось совершенно нечто другое, перед нами совершенно другое преобразившееся, абсолютно преобразившееся вещество, то нет никакого запрета использовать его. Так писал Радбас. Более поздние комментаторы спорили, что имеется… Не будем забывать, что это одна страна и Радбас, и Рабейнуйона, но и были те, которые запрещали мускус. То есть, если бы мы конкретно задали вопрос, вот мы хотим сделать, не знаю, там, на Востоке, очень было принято делать ароматизированные блюда, скажем, не знаю, рис с различными благовониями. Это считалось очень распространенным на Востоке блюдом. Так вот, если бы мы захотели сделать такой рис и его ароматизировать при помощи мускуса, то Рабейнуйона сказал бы нам, конечно, это можно, пожалуйста. И Радбас тоже разрешил, но вместе с тем Рават, который утверждал, что это вещь некошерная, и еще целый ряд авторитетов его запрещали. Что касается окончательного здесь решения, Амишна Брура по поводу мускуса приводит, резюмирует, что существует мнение, которое его запрещают. Запрещают использовать его в качестве ароматизатора для приготовления пищи. Вместе с тем многие другие авторитеты разрешают, поскольку мы сейчас смотрим не на то, кем он был раньше, а на то, кем он является сегодня. А сегодня это совершенно новое вещество. Кроме того, в процессе превращения, это же не просто происходит превращение по мгновению в волшебные палочки, а в процессе превращения он превращается сначала в нечто совсем несъедобное и нечто совсем неиспользуемое. А уж только потом превращается в благовоние, поэтому многие разрешают. В конечном итоге, хочу сказать, что можно положиться на разрешающих, в особенности, если в блюда прибавляют небольшое количество этого мускуса, которое меньше, чем 1,60, это можно разрешить. Это касательно мускуса. Но вообще-то вроде как у нас не особо-то принято использовать мускус, почему я на эту тему завел разговор. А дело в том, что из этого разрешения мускуса выходит большой, очень серьезный вопрос. На сегодняшний день основные проблемы в области кашрута, они происходят из того, что в пищевой промышленности используются очень много самых различных веществ, вкусовых агентов, ароматизаторов, антиакцидентов и многие-многие другие вещества, которые очень трудно определить, часто бывает, из чего они сделаны. И бывает то, что они сделаны из действительно некошерного сырья. Что-то сделано. Возьмем самый простой пример, который обсуждался еще лет 60-70 тому назад. Обсуждение – это желатин. Желатин, который делают. Это известно, из чего его делают желатин. Из костей, из хрящей и копыт животных, некошерных, в том числе, может быть, и свиней. Можно ли его использовать в пищу и так далее. И не только желатин. Есть много-много других ингредиентов, которые используются сегодня в химической промышленности, которые, часть из них производится из некошерного сырья. Но ведь никто же не берет это самое некошерное сырье и не кладет его в том виде, в котором оно есть в продукты. Оно проходит химическую обработку. И если посмотреть на, скажем, не знаю, на глицерин или на глицероиды, на различные жирные кислоты, которые добывают, а их можно, существует технология их производства из-за свиного сала. Но так свиного сала здесь никто не увидит. Очень-очень все это, очень-очень далеко от свиного сала. Здесь есть результат химической переработки. И свиньей это здесь, в общем, не пахнет. Так вроде бы мы могли бы вывести из всей этой истории, из разрешения, если есть у нас разрешение на использование мускуса, то, может быть, будет отсюда разрешение на использование продуктов химической переработки, когда запрещенные изначально вещества путем переработки превращают в нечто новое и другое. Это рассуждение теоретическое. На практике раввины уже где-то в 30-х, кажется, годах прошлого столетия, мы видим, что раввины не приняли это разрешение. Конкретно было, когда еще в довоенной Польше стали использовать глицерин для того, чтобы добавлять его в вино для смягчения вина, которое было не в те годы, а в особенности в Польше качество, мягко говоря, не самого лучшего, и пытались его улучшить, добавляя туда немножко глицерина, который смягчал это самое вино. И тогда большинство раввинов Польши подписалось под письмом, которое запрещало использовать этот глицерин, что означает в сущности неприятие вот этого самого разрешения. И таким образом в результате на сегодняшний день действительно это проблема использования продуктов химической переработки в пищевой промышленности, она проблема серьезная, это означает, что каждый такой ингредиент, а ингредиенты сегодня только для примера, как-то меня спросил человек, что за проблема, речь шла, дело было за границей, он спросил, что за проблема купить хлеб, в чем проблема с хлебом, что там мука, вода, может быть дрожжи, еще что-нибудь. Мы с ним вместе подошли к полке, встали этот самый батон хлебом, был в целлофановой упаковке, и на целлофановой упаковке было перечислено 40 дополнительных ингредиентов. 40, в простой-простой-простой буханке хлеба. И получается, что о каждом из них нужно выяснять, из чего он сделал, и кто его был, папа, и бабушка, и дедушка, и прадедушка, и так далее, что в результате выясняется на сегодняшний день, что это действительно большая работа и ответственность. В конечном итоге и комментаторы Торы в большинстве склоняются к тому, что все-таки здесь речь идет не про мускус, и не потому, что он кошерно-некошенный в конечном итоге, видим, что мускус-то сам, по крайней мере, разрешают, а другие аргументы казались решающими. В частности, Рамбан нашел медраж, в котором упомянутые здесь благовония, которые в оригинале называются мор, там сказано, что мор – это благовония, которая используется, когда его сжигают. То есть, есть разные благовония, есть одни, которые можно просто нюхать, а другие, они используются, когда их высушивают, и затем бросают их на угли, и они дают приятный запах именно сгорая. Так там говорится, что мор как раз он вот такой, который дает свой запах, свое благовоние, свой нежный аромат, он дает именно в момент сгорания. Ну, а это уже к мускусу никак-никак не подходит, потому что мускус не нужно сжигать, он благоухает без всякого огня. Поэтому Рамбан приходит к выводу, что речь идет вот именно про то, как здесь первым будет переводчик мира, мира – это латинское слово, то есть это уже благовония не животного, а растительного происхождения, это смола, по сути дела, которую добывают в Африке или в Южной Аравии, в всяких таких экзотических местах, и это достаточно дорогостоящая благовония. Вот что имеется в виду по мнению Рамбана. Пожалуй, перейдем к следующей теме. 31 глава. Что сих пор Тора рассказала о том, каким образом должен быть построен мешкан, что должно быть в святилище, кто должен будет служить в нем? Теперь пришло время рассказать еще очень важную вещь. Есть у нас чертежи, есть полный список, из какого сырья он должен быть сделан мешкан, из каких материалов, все как, чего, что. Но теперь пришел момент договориться о том, а кто будет строить, что будет делать? Работники. И после того, как все, что человеческие руки могут сделать, будет сделано, и храм будет подстроен, следующая тема – это внесение в храма его главное содержание. Что должно быть в святилище, что должно быть в храме? Тора там должна быть. То есть, должен туда войти ковчег с плитами, на которых будут написаны слова Торы. Ну, начнем с работников. Кто будет строить мешкана? «И сказал Бог Муше, вот я позвал по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Иуды. И я наполнил его духом Бога, мудростью, пониманием, знанием и способностью ко всякому ремеслу. Измышлять замыслы, чтобы воплощать их в золоте, в серебре и в меде, в обработке камня для оправ, в обработке дерева и работать во всех видах ремесла. А также я назначил с ним… То есть, он не один будет работать. Также я назначил с ним у Алиава, сына Ахисамаха из колена Дана. И в сердце каждого мудрого сердца я вложил мудрость, чтобы они смогли сделать то, что я повелел тебе». То есть, Бецалель будет руководить работами, а конкретных работников будет достаточно много. «Вот я позвал по имени». То есть, Всевышний указывает, не, может, я должен выбирать тех работников, которые будут строить мешкан, а Всевышний указывает. «Позвал по имени Пецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Юдой. И я наполнил его духом Бога, мудростью, пониманием и знанием». Чем отличается мудрость от понимания и знания? Конечно же, все это русские переводы, они слова ни о чем не говорят. То, что сказано здесь в оригинале, есть здесь три понятия, хорошо известных всем тем, кто хотя бы немножко изучал Тору, хохма, бина и даат. Мы их находим здесь первый раз в Торе, но еще раньше обычно, чем человек доходит до них в Торе, он доходит до них, открыв хотя бы раз седу и посмотрев молитву, в которой, в первой из проход, в которых мы обращаем просьбы к Всевышнему, просьба о знании, мы упоминаем там. И в особенности в сефарском нутсахе, хохма, бина, в даат. В ушкинадском нутсахе несколько иное, там появляются некоторые изменения. Ну вот это мы сейчас и хотим разобрать, что такое хохма, что такое бина и что такое даат. Условно принято на русский язык переводить хохма – это мудрость, а что такое тогда даат – знание, чем знание отличается от мудрости. Раши приводит здесь следующее объяснение. Хохма, то есть то, что мы договорились условно, переводить как мудрость – это способность усвоить то, что человек слышит от других. Бина – это понимание. Здесь человек приходит при помощи вот этой силы, человек приходит к новым выводам уже своими силами, исходя из того, что ему уже известно. А знание – это дух пророчества, пророческий дар. То есть имеется здесь в виду совершенно разные аспекты познания. Если первые два, в общем-то, понятно, что Раши говорит, а третий – руаха кодыш, только сразу догонится, что руаха кодыш – это не святой дух, как переводят это в разных книгах, которые переводят начинающие переводчики, это имеется в виду пророческий дар. То есть осенение, которое дает человеку ощущение того, что он вот сейчас понял что-то очень важное, сокровенное, доселе неясное, человек чувствует, что на него снисходит это знание. Это не то, что он додумался на него. Он думал, 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 и вдруг – о! Не, не то, намного сильнее, когда знание, которое пришло, свыше. Так объяснил Раши. Но есть комментаторы, которые объясняют по-другому. Я имею в виду именно последнее. Что такое дат, знание? А Реваш объясняет, что знание – это он называет словами «мускалот решонот», т.е. некоторые основы, первичные основы мышления, первичные основы познания. Аналогичный, очень близкий к тому термин мы находим в философии у Декарта. Декарт говорил, он называл это словами, он называл это врождённые понятия. Что это означает? Т.е. это некоторые правила мышления, которые нам никто никогда не объяснял, и никто никогда нам их не учил. Но мы все просто по-другому мыслить не можем. Так у нас мозги устроены. Чип, который нам туда вставили, в череп, вот так его запаяли, вот так он и думает. Что здесь имеется в виду? Декарт говорил о том, что есть два вида врождённых понятий. Есть сами, если уж точно говорить, есть врождённые идеи, скажем так. Врождённые идеи, они разделяются на врождённые понятия и врождённые суждения. Так это у Декарта. Что такое врождённые идеи? С одной стороны, есть врождённые понятия. Например, у каждого человека, даже если его тому не учили, и никто его не учит, он понимает, что есть, скажем, такое понятие, как число. Кто-нибудь когда-нибудь объяснял ребёнку, что такое число? Возьмём трёхлетнего ребёнка и объясним ему, что вот есть число. Нет, он сразу два, три, пять, его уже учат считать, а понятие число, его никто не разъяснял, оно врождённое, оно просто прошито, как сегодня бы сказали в наших мозгах, или тело, структура, строение и так далее. Это всё вещи врождённые. Врождённые суждения. Что такое? Скажем так, целое всегда больше своей части. Это суждение мы все, безусловно, понимаем. Но нас никто никогда не учил ему. Но с тех пор, как мы были дети, если бы нам спросили, что тебе дать, целое мороженое или только половинку мороженого, почему-то любой ребёнок скажет целое. А если бы мы сказали, да ты что, ведь на самом деле половинка-то намного больше целого, ребёнок только посмеётся как-то так, но его никто никогда не учил поэтому. Или мы все понимаем на уровне самого простого восприятия, что не может быть двух противоположностей в одном, т.е. нельзя одновременно быть и не быть. Не может быть стакан чая, кстати. Закан чая, он либо горячий, либо холодный. А он может быть одновременно горячим и холодным? Нет. Он может быть тёплый тогда, он не горячий и не холодный. Но он не может быть горячий-холодным или холодно-горячим. Либо-либо. Либо я здесь, либо меня нет. А может быть я здесь, и меня нет тоже? Нет. Я либо есть, либо нет. Кто меня научил этим самым аксиомам? Никто. В учебнике по геометрии они тоже не были упомянуты. Там были всё больше другие аксиомы. А откуда же я это знаю? Говорят, Декарта – это врождённые. Врождённые точно так же, как есть врождённые понятия, так же есть врождённые суждения. Или нам понятно, что из ничего не выйдет ничего. То есть, если чего-то раньше не было, то из него ничего не выйдет. А если что-то есть, это значит, что оно вышло из чего-то, что было. Это тоже простые аксиомы нашего мышления. Так устроено наше мышление, по-другому мы думать не можем. Таким образом, говорит Реваш, что да, это как раз есть самые-самые вот эти вот врождённые идеи Декарта, или названием, которым пользуется Реваш. Он не пользуется терминологией Декарта, он жил до Декарта. Он называет это мускалот-решонот. По сути дела, очень близко не только по сути, но и по названию. Получается, нет, довольно серьёзный разрыв между комментарием Раши и комментарием Реваши. Раши говорит, что да, это руаха кодыш, это пророческий, да, вообще высшее, 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 высшее знание, которое только может быть. А Реваш говорит наоборот, имеется в виду самое-самое-самое начало. Без чего человек, тот, кто не понимает, что не могут быть две противоположности в одном, тот, кто не может, понимает, что невозможно одновременно быть или не быть, он вообще мыслить не может. Не исключено, и это уже говорят более поздние авторитеты, что два этих комментария, они вообще не спорят друг с другом, они дополняют друг друга. То есть общий знаменатель между тем, что объяснил Раши, и между тем, что объясняет Реваш, это абсолютная ясность и отсутствие каких бы то ни было сомнений. Обратим внимание, если хохма. Хохма – это то, что человек учит от других. Кто-то мне сказал, что, вот я не помню, что он мне сказал, что это лежит на полке или это в шкафу, он мне сказал, но я не помню, у меня было некое сомнение, не очень помню. А еще я учил, это хохма, а еще я учил в книжке, вот как сейчас помню, у нас было в школе преподавали химию, я там учил, не помню, что учил, но помню, что учил, а что учил уже, помню, очень смутно, сомнение у меня возникает. Бина. Человек приходит к новым выводам, исходя из того, что ему уже известно. Тоже бывает сомнительно, вроде из того, что я знаю, отсюда следует или не следует. Вроде как следует, а вроде как не очень. Что касается самого начала, то есть, если спросить у нас по поводу первичных вот этих самых врожденных идей и суждений, у меня есть какое-нибудь сомнение, что целое больше его половинки? Никакого сомнения, абсолютно. Я уже все, чему меня учили в школе, я уже все позабыл. Но вот то, что пол яблока меньше, чем целое яблоко, в этом я в жизни никогда не сомневался. Ни разу. И никто не сомневался. Абсолютная ясность. Совершенная. Что касается дат, руаха кодыш, то есть, выше, то, о чем говорит Раши, вот этого пророческого дара, пророческого духа. То есть, если мы посмотрим в книге Дархашем Рамхаля, когда он описывает знания, которые человек получает при помощи этого пророческого дара, вот спрашивают, какая разница, если человек сидел, сидел, скажем, вот предположим, он сидел, сидел, думал, 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 решал задачу и, наконец, ее решил. А другой человек задачу не решал, а его вдруг осенило. И он знает решение. И он знает решение. Какая разница? Вроде бы тот же самый результат. И этот решил, и этот решил. И этот результат, говорит Рамхаль. Не только в самом процессе познания, но и в результате. А именно, что результат знания, полученное через Руаха Кодыш, внедренное вот это вот знание через засенение, оно абсолютно ясное, черно-белое, без малейшего сомнения. То есть, ясность, отсутствие сомнения – это общий знаменатель этих двух комментариев. И не исключено, что они дополняют друг друга. То есть, получается так, те, которые молятся, ну, сапсфарат, они говорят про то, что Всевышний дает нам, и просим мы у него хохма, бина, даат. И вроде бы это порядок вот такой, что мы просим мудрость, способность учить от других, бина – способность делать выводы на основании того, что выучили у других. И даат, на самом деле порядок не такой, порядок такой – даат, хохма, бина и снова даат. Почти как по Гегелю возвращаемся туда же, но только на более высоком уровне. Здесь, безусловно, проявляется этот самый элемент гегельянский. Что мы можем сказать по поводу хохма? Так, если у человека есть вот эти вот основы мышления, он нормально мыслящий, трезво мыслящий человек, то есть, есть у него врождённые идеи, то он может приступить к познанию. Это значит, что он может воспринимать в себя информацию извне. Каким образом? И это называется хохма. Вот эта способность воспринимать информацию извне называется хохма. Каким образом? Прежде всего, человек, ребёнок уже, он только родился, он начинает смотреть широко, раскрывая в глаза, и он замечает многие-многие закономерности. Например, если громко поплакать, то придёт мама, а если ещё сильно поплакать, то она даст поесть. Он уже сформулировал один из первых законов мироздания, дальше больше он видит, он слышит, он воспринимает массу-массу информацию извне. Точно так же тот же самый способ воспринятия хохма, воспринятия информации извне – это от других людей. Люди обучают. Человек приходит к учителю, и учитель ему даёт информацию, объясняет, разъясняет, вкладывает в него знания. Учителя могут заменять книги. Человек сам читает книгу, воспринимает информацию извне, раскладывает его по порядку, безусловно. Хохма это не значит просто так накидать информацию и сделать такой винегрет, потому что, как говорят умные люди, если у человека информация не упорядочена, то чем больше он знает, тем больше мрак и тем больше путаниц у него в голове. Нет, на уровне хохма – это и восприятие информации извне, и её, безусловно, структурирование, её анализы, её расположение правильным образом. Это то, что называется хохма. Куах – так некоторые комментаторы говорят, слово хохма означает коахма, те же самые буквы. Куахма – это значит коах, сила, интеллектуальная сила, ма. Ма – это что это такое? Иными словами, человек при помощи этого аспекта мышления способен задать себе вопрос «а что это?» и искать на него ответ. Что же это за штука такая? Он может спросить людей, он может прочитать в книгах. Он может, если он не имеет информации от людей, от книг, он может сделать некоторый, скажем, эксперимент. Например, видит человек ягодку. А что это такое ягодка? Она вкусная или невкусная? Кто-нибудь знает? Нет, не знает. А в книжках написано? Не написано. А может, она, кстати, ещё и ядовитая? Тоже нигде не написано. Не нашёл информации. Но можно поставить эксперимент. Например, взять и съесть. Либо она будет вкусная, либо невкусная, либо ядовитая, либо не ядовитая. Это тоже всё ещё коахма. Это хохма. Хохма, она, вот эта вот способность воспринимать информацию, анализировать и понимать её, она относится к любому познанию. Поэтому, наверное, говорят мудрецы, что если ты слышишь, что есть хохма баго им та амин, что у народов мира тоже есть хохма, безусловно, этой фразе можно поверить, конечно, почему же нет. С вот этим восприятием хохма ассоциируется зрение, восприятие зрительное, в отличие от восприятия на слух. Чем они отличаются? Восприятие зрительное, а восприятие внешнее. Всё, что мы говорили до сих пор, это внешняя, не внутренняя суть вещей, а информация внешняя. Что есть в мире, сколько его есть, какого оно цвета, какой массы, какое ускорение, и так далее, и так далее. А вот глубокое понимание вещей – это уже совершенно другая сила, это то, что называется бина. Бина ассоциируется со слухом, восприятие на слух, оно не внешнее. Зрением я вижу только то, что на поверхности, а вглубь зрение проникнуть не могу. Понять, что там есть, я могу. Если кто-то закрыл дверь, то при помощи зрения я не могу проникнуть за дверь и увидеть, что же там. Но разумом я могу вычислить. Я знаю, что туда зашли два человека, а потом оттуда вышел один. Разум делает вывод – ага, значит, остался там один человек. Если он, конечно, не испарился, его не съели, черт у него. Но он там должен остаться. Это уже бина. Слово «бина», как Раши говорит, это понимание, когда человек на основе того, что ему дано, и он воспринял информацию извне, на основе этого он делает новые выводы, появляется новая информация. Ну, примитивно говоря, это то, что греки называли силогизмом. Простейший силогизм, если у меня дано два предложения, два понятия, скажем, Сократ – он человек, люди смертны. Что отсюда следует? Отсюда следует вывод. Значит, Сократ тоже в один прекрасный день умрет. Вот здесь работала сила, вот та самая способность делать логические выводы – это то, что называется бина. Бина – способность делать новые выводы на основе того, что человек уже знал. На самом деле новые нужно здесь поставить в кавычки. Вот в этом большая разница между хохма и бина. Хохма написано хохмами айн тимацы. То есть хохма приходит из айн, из ничего. Хохма вырастает из ничего. То есть человек ничего, человек не знал, он раньше не знал чего-то, пришёл в школу, ребёнок, его там научили. Он не знал, сколько континентов есть на земном шаре, понятия не имел, а ему сказали сколько. Бина, она не происходит из ничего. Наоборот, на самом деле в этих двух фразах, которые были сказаны, что человек, что Сократ, он человек, а люди смертны, уже заложено, уже вывод третьей фразы, что Сократ умрёт, он уже заложен. Только его нужно достать оттуда, его нужно извлечь. Но на самом деле он уже дан. То есть это способность делать новые выводы из того, новые в кавычках, из того, что уже дано. Происхождение этого слова бина тоже интересно. С одной стороны, это корень бин, то есть внутри. Для того, чтобы сделать новый вывод, нужно залезть вглубь полученных ранее знаний. Без этого новый вывод не получится. И ещё второе однокоренное слово – это биньян, строение. То есть что делает строитель? Строитель не создаёт кирпичей, строитель не создаёт бетон, он не создаёт брёвна. Он берёт готовые, полученные строительные материалы, которые ему уже даны, ему привезли на строительную площадку, а теперь он должен из них построить новое. Точно так же бина – это способность логического мышления, при помощи которой из уже существующих фактов человек строит новое. Понятно, что источник совершенно неиссякаемых человеческих знаний находится именно в бинах. Хухма – это вещь ограниченная. Что? Факты, которые мне дали, мне дают факты, я их знаю. Есть у меня книжки, я читаю. Нет у меня книжек, я не читаю. Объяснили мне что-то, я знаю. Не объяснили, не знаю. Информация – это то, что вы в меня вложили. А бина, имея ту же самую информацию, можно её анализировать и постоянно-постоянно из неё извлекать всё новое, новое, новое. Это вещь совершенно непресекающий источник. Наши мудрецы говорят, чем отличается хахам от мивин, от навон. Хахам – это подобно меняли. Сидит, меняла на рынке в чейнже, ему приносят доллары, он их меняет на шекели. Приносит шекель, он меняет на доллары. А если ему никто ничего не приносит? Он так сидит и ничего не делает. А на что похож мивин? Навон, тот, у кого есть бина. Он похож на бизнесмена, он не ждёт, пока ему принесут деньги. Он сам, он ищет деньги, где взять деньги, потом он ищет, куда эти деньги вложить. И таким образом, найдя деньги и подумая, куда их вложить, он делает доход. Большая разница. То есть, у него нет этой проблемы, что у него есть какой-то недостаток. Из того, что он знает, он создаёт всё время новое, 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 новое. Менял, ничего нового не создаёт. Он меняет шило на мыло. Шекель на доллар, доллар на шекель, рубль на доллар, доллар на рубль. Бизнесмен, он создаёт стоимость. Он создаёт всё новые, новые, новые доходы. В трактате шаббат мудрецы говорят, почему алфавит наш начинается буквами а-леф-бет. Это означает, это говорит нам а-леф-бина, а-леф-учи, учи Тору. Каким словом называется Тора? Бина. Почему Тор называется словом бина, а не хохма? И лучше ли было бы назвать Тору хохма? Нет. Хохма – это все остальные науки, а не Тора. Это потому что все остальные науки, они дают информацию о том, что в мире есть. А после того, что я знаю, что в мире есть, мне нужно решить, а что с этим делать, что правильно, а что неправильно, как быть, какой внутренний смысл, какое внутреннее задержание каждой вещи, что представляет собой вот эта штука, для чего она существует, в чем ее назначение, в том числе и меня самого, в чем назначение меня самого, для чего я. И вот об этом говорят наши мудрецы, что если скажут Тора Багу им, лот амин, если у народов мира Тора, Торы нет. Мудрость есть, Торы нет. Почему? Да потому что для того, чтобы в свое время, это очень хорошо известно, познание, которым занимаются все науки, развиваемые народами мира, это познание, которое сосредотачивается на основных двух вопросах – что есть и сколько его есть, что есть в мире и сколько. А вот другие вопросы – а зачем и для чего оно? Вот от этих вопросов в свое время познание на уровне научного старалось отказаться. Произошло где-то окончательный разрыв науки от метафизики, произошло в XVII веке, и с тех пор мы знаем, что наука дала совершенно потрясающий скачок. Что произошло? Перестали люди, занимающиеся познанием, перестали задавать себе вопросы сущностные. Для чего? В чем смысл? Какая цель? Ради чего? А сузили свое познание. Что есть в этом мире? Сколько его? И что можно из этого сделать? Поэтому и пришло, как это сформулировал отец кибернетики Норберт Виннер в середине XX века, что современный человек, сколько бы он ни знал о том, что в мире есть, у него совершенно нет никаких абсолютно познаний и никаких ответов на вопрос, а что с этим делать? Вы можете сегодня, раз я сегодня видел этот клип, спросили ученых, а вот вы можете себе нам показать, как должен выглядеть полет на Марс? Пожалуйста, только заплатите, мы вам сейчас все посчитаем. Сколько туда нужно лететь? Какой должен быть космический корабль? Сколько это будет стоить? Что туда нужно взять? Какое должно быть? Все посчитали, сделали презентацию, и все очень здорово. Теперь вопрос, а надо туда лететь на Марс или нет? Это другой вопрос. Нет, это их не спрашивали. Если надо летать, то мы вам объясним, как это сделать, и еще 20-30 лет, ну, 40 долетим. Все уже понятно, все остальное технические сложности. Но как, совершенно понятно. Как понятно. А вот теперь вопрос, а надо это? А это уже другой вопрос, это не научный вопрос, нужно или не нужно. Это вопрос приоритетов, это уже вопрос сущностей, это вопрос смысла. А он в эту область не входит. Он относится к тому, что называется бина, понимание внутренней сущности вещей и понимание, что с этим делать. Биолог может объяснить очень точно, что представляет собой животное, которое называется свиньей. Все замечательно. У нее желудок такой-то, у нее система пищеварения такая-то, у нее ее ДНК похожа на то. Это, кстати, близкие родственники. Если человеку по генам, понятно, почему люди по-свински себя ведут, не все, конечно, но некоторые. Ну, а теперь вопрос, хорошо, а ее использовать в пищу или нет? В биологии нет ответа на этот вопрос. Это уже вопрос совершенно другой. Это уже вопрос, который изучается в Толе. Это бина. И вот теперь на четвертой верхней ступеньке снова мы возвращаемся к дат, сделав диалектически вот это вот самое возвращение на к той же самой точке, но только на более высоком уровне. Что происходит на четвертой ступеньке? На четвертой ступеньке происходит соединение знаний, которые человек получил при помощи хохма и убина, при помощи мудрости, при помощи поминания, происходит их соединение с реальной жизнью человека. Само написано «Веяда Адам и Тхава и Шту» и познал слово «дат», его корень «яда», и познал Адам свою жену Хаву. Понятно, что не имеется в виду, что он с ней познакомился. Имеется в виду соединение, совокупление. Вот это вот соединение, и здесь то же самое, соединение теоретических знаний с практической жизнью человека. На уровне хохма учитель по геометрии не обязан быть треугольником. Знание одно, наука одно, а личная конкретная жизнь совсем другое. На уровне дат этого предложения уже сказать невозможно. Здесь происходит внедрение знаний в конкретную человеческую жизнь. Это значит, что те нормы, и эти нормы, если человек достигает дат действительно, то эти нормы становятся ему так же очевидны, так же понятны, как и факторы физической действительности, как и те вещи, как и те самые врождённые понятия и врождённые суждения, о которых говорил Декарт, о том, что целая и больше половинки, о том, что невозможно две противоположности в одном и том же, невозможно быть и не быть. Мудрецы говорят, что катан инбудат, то есть малолетний ребёнок, у него нет дат. Малолетний ребёнок может быть очень способным. Есть дети, вундергинды, которые обладают потрясающими способностями, изучают… У меня у самого был товарищ, который в 13 лет он закончил школу, в московский университет он закончил в 18 лет. При всём при том, говорят мудрецы, что до 13 лет катан инбудат, у него нет дат. Что это означает? Как раз то, что мы говорим. Знаний, он может быть интеллектуальный, он может быть очень силён, ребёнок. Интеллектуальные способности – замечательные, но у него остаётся… Учёба – это одно, а жизнь – это другое. Ребёнок может объяснить то, что ему рассказали на уроке, и всё очень здорово объяснить, как должен себя человек вести, и так далее, и так далее, со всеми подробностями. Он отлично запомнил и проанализировал, и тут же сделать прямо противоположное. И не только что сделать, но и не почувствовать никакого противоречия. А что? Вот это вот соединение знания с личной жизнью, оно начинает… Это уже фактор развития. Оно начинается серьёзно в 13 лет. Обратим внимание, что именно в 13 лет происходит и половое созревание ребёнка. И это не случайно, это процессы параллельные. С чего мы начали? Да, Адам – это хаваи что? И познал Адам, хаву свою жену. То есть, вот эта вот способность человека к тому, чтобы соединяться и производить плоды, она сопровождается способностью человека на уровне душевных сил соединять свою конкретную реальную жизнь с теоретическими знаниями, которые он приобрел. Человек, достигший… Вот это то, о чём говорит Раши. Это уже начало Руаха Кодыша. Это уже дар пророчества. То есть, видение, понимание вещей совершенно очевидных. Я дам пример. Человек, у которого дат не очень раз. Он знает, что есть целый ряд вещей, которые, ну, скажем, он понимает, что врать нехорошо. Но когда подставляется возможность, скажем, избавиться от какой-то выплаты, соврав, то он выясняет, что, конечно, вроде врать нельзя, но, может быть, в этом случае всё. Ничего, начинается затуманивание вот этой вот самой истины про то, что врать нельзя. И вещи становятся уже не столько ясными, когда речь доходит до практики. И вроде бы да, может быть, в этом случае нет, и, может быть, ну, и собрал. Человеку, у которого дат действительно развита, для него то, что нельзя врать, то, что так же очевидно, как то, что невозможно пройти через стенку. Ну, есть стенка. Невозможно. Можно её, может быть, обойти, но через неё пройти невозможно. Это уже самое, здесь есть запрет лжи, он очевиден, он прост, в нём нет никакого сомнения. Вот это уже дат, о котором говорит Раша. Вот три ступени познания, которые, на самом деле, четыре. Дат на самом первом уровне, первичные врождённые идеи, хохма – способность воспринимать информацию извне, бина – способность делать новые выводы из неё, и дат – это уже соединение теоретических знаний с практической жизнью. Теперь вопрос, а для чего Бецалелю нужны были все эти замечательные качества? Бецалель должен был заниматься строительством храма, нужно было знать, как построить столярное дело, и как построить ткацкое дело, и придильню, и обработку камней полудрагоцельных. И зачем всё это? Это за тем, что работа здесь была не просто, чтобы создать. Нужно было создать вот такого рода святилища. Нужно было создать святилища такое, в котором будет пребывать Всевышний, присутствие Всевышнего. Для этого нужно было построить храм таким образом, чтобы он был как бы уменьшенной моделью всего-всего созданного мира, который Всевышний создал для того, чтобы проявлять себя в нём. Для этого нужны были колоссальные-колоссальные познания, и хохма, и бина для того, чтобы понимать, и дат, то есть нужно было воспринимать вещи ещё и свыше, через знание, которое снисходило на человека. Всё это было необходимо Бецалелю для того, чтобы построить мешкан, переносной храм в пустыне.